Замечено, фотографии на загранпаспорт получаются намного счастливее, чем на обычной. Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами программа «Городские подробности». Туристические поездки за границу, смена паспорта по возрасту, внутренняя и внешняя миграция, вопросы прописки и выписки. На эти серьёзные темы мы поговорим сегодня с гостем в студии, начальником отделения по вопросам миграции отдела МВД России по городу Кумертау Александром Лапчиком. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Анатольевич, позвольте начнём разговор с самой животрепещущей проблемой. Сейчас уже является, наверное, проблемой поездка за границу. И для жителей города Кумертау тоже. Я думаю, что каждый наш горожанин хотя бы один раз посещал либо Турцию, либо Египет. Ну вот оформление и переоформление, и получение впервые загранпаспорта, это, конечно, остаётся головной болью. Потому что нужно собрать в кипу бумаг, отстоять огромную очередь, потом мучительно долго ждать, когда выдадут паспорт. Как-то можно получить паспорт быстрее, разумеется, на законных основаниях? Ну, быстрее, не быстрее, но можно получить удобнее загранпаспорт. Это в случае подачи заявления через единый портал государственных и муниципальных услуг. Подробнее об этом портале. Вот, на самом деле, многие не знают, что это за портал. Как, пошагово, пожалуйста, алгоритм расскажите, где его найти, как зарегистрироваться? Для подачи заявления через единый портал госуслуг гражданину необходимо быть зарегистрированным на этом портале. То есть подтвердить свою учётную запись на портале госуслуг. В городе Кумертау для этого существует пять центров обслуживания, которые находятся в многофункциональном центре, в пенсионном фонде. В отделе МВД России по городу Кумертау, в ОГИБДД и в нашем подразделении, в отделении по опросам миграции. То есть, вот я, Елена Викторовна, желаю заменить свой загранпаспорт. Первый мой шаг. Я иду, допустим, в МФЦ, да? Что я там прошу? Зарегистрируют меня на сайте, на портале госуслуг? Да, для подтверждения учётной записи на портале госуслуг. Гражданин предъявляет свой СНИЛС, паспорт и номер телефона. Гражданин получает код доступа на сайт госуслуг и может пользоваться уже этим порталом госуслуг. И потом дома или на работе в обеденное время можно зайти на портал госуслуг. И далее там будет уже пошагово расписано получение загранпаспорта. Там всё очень удобно. Учитывая, что многие заявители работают в рабочее время, не могут лично обратиться к нам. Подать любое заявление через портал госуслуг можно в любое время. Удобно для гражданин. Документы, которые мы собирали раньше и приносили к вам лично, остаются прежними? Нужно сделать также фотографию сходить, да? Нужно взять ксерокопию трудовой книжки. То есть остаются прежними всё это? В случае подачи заявления на загранпаспорт через портал госуслуг уже необходимости заполнять анкету заявления нет. Она нам выйдет в виде заявления уже. То есть к нам придёт в виде заявления. Мы его просто распечатаем и гражданин поставит там свою подпись. В зависимости от заграничного паспорта, какой желает гражданин оформить, на пятилетний паспорт требуются две фотографии. А на биометрический мы фотографируем у себя в подразделении. Госпошлину оплатить когда нужно будет? До того, как вы зарегистрировались на госпортале? Или потом, когда уже заявление заполнили? Государственная пошлина платится после того, как мы принимаем заявление в работу. То есть выставляется счёт заявителю. Всё это можно оплатить тоже через портал госуслуг. С учётом того даже, что до 31 декабря 2018 года предусмотрена скидка на оплату государственной пошлины в размере 30%. То есть биометрический паспорт, где предусмотрена государственная пошлина 3,5 тысячи, взрослому гражданину, достигшему 14-летнего возраста, обойдётся всего лишь 2450 рублей. Но это только до конца января нужно успеть, да? До конца декабря. А, декабрь. То есть весь год ещё. Хорошо, ещё есть время. Есть возможность, что данную акцию продлят ещё. На этом портале какие ещё услуги? Допустим, прописка, выписка тоже? Прописка, выписка также существует на этом портале. Внутренний паспорт гражданина Российской Федерации. За исключением нескольких позиций, это невозможно поменять свой паспорт гражданина Российской Федерации в случае достижения 14-летнего возраста и в случае получения гражданства Российской Федерации. Ну, в общем, это и вас разгружает от работы, в том смысле, что у вас большие очереди не будут собираться всё-таки? У нас больших очередей нет, но всё же следует понимать, что подача заявлений через единый портал госуслуг несёт свою такую же юридическую значимую силу, как и подача в бумажном виде. То есть это всё очень легко отследить, очень удобно переписываться с ведомством. Какие-то вопросы можно задать этот вопрос, мы на эти все вопросы интересующие отвечаем заявителям. Кроме того, можно через портал госуслуг отследить, на какой стадии рассмотрения находится его заявление. То есть, я так понимаю, что ничего сложного нет, и наши телезрители прислушаются к вашим рекомендациям и всё-таки получат код доступа, пароль доступа, правильно звучит, да, зарегистрируются на портале? Это очень удобно, учитывая, что в 2016 году за госуслугами в сфере миграции обратились всего 800 человек, в 2017 году эта цифра составила уже более 3,5 тысяч. Благосостояние растёт, и желающие оформить загранпаспорт и выехать за границу. Просто кто обращался к нам за получением какой-либо услуги, они очень довольны работой портала госуслуг и стараются им пользоваться и в дальнейшем. Ведь через портал госуслуг можно получить не только госуслуги в сфере миграции, также можно запросить справку о наличии или отсутствии судимости, поменять права, зарегистрировать свои транспортные средства в ГИБДД. То есть это очень удобный... Век электронного документа оборота, да? Век документа оборота электронного, да. Хорошо. Александр Анатольевич, возьмём другую тему. Человек потерял паспорт. Ну, потерял. Либо его украли, либо он сам где-то его оставил. Его немедленные действия? Российский паспорт. Российский паспорт. Давайте сначала про российский. Положением о паспорте, утверждённом постановлением правительства 828, рекомендовано гражданину незамедлительно в случае утраты документов, удостоверяющую личность, обратиться в органы внутренних дел с заявлением об утрате, то есть к нам. Мы дадим необходимый перечень документов для восстановления паспорта и при обращении гражданина объявим его паспорт недействительным и заменим его на новый. То есть все действия мошенников, которые нашёл, допустим, этот паспорт и оформил кредит, уже не будут приниматься во внимание, потому что вот с этого числа человек подал заявление, что паспорт утерян, да? После обращения в нашу службу по вопросу утраты или хищению паспорта данный паспорт в этот же день объявляется недействительным и по всем базам он будет считаться недействительным. То есть провести какие-то мошеннические действия уже будет очень сложно. – Более тяжёлая ситуация. Если при поездке за рубеж загранпаспорт утерян или украден, как быть? Туристу? – Туристу я бы предложил перед поездкой за границу уточнить адреса, номера телефонов посольства Российской Федерации и в случае утраты заграничного паспорта за пределами Российской Федерации ему необходимо обратиться в посольство Российской Федерации для получения свидетельства о возвращении на родину. Для чего турист должен предоставить две фотографии установленного образца и копию паспорта гражданина Российской Федерации внутреннего. – То есть в любом случае паниковать не нужно обратиться в посольство? – Абсолютно верно. Причём данное свидетельство о возвращении на родину имеет ограниченный срок действия, если я не ошибаюсь, 14 дней. Поэтому если более длительное путешествие турист запланировал, то обращаться не позднее двух недель до отбытия на родину. – Александр Анатольевич, по статистике в настоящий момент в России более 500 тысяч мигрантов с теми длинными заболеваниями, достаточно серьёзными – туберкулёз, спид, гепатит. – Мне бы, например, самой лично, я думаю, что нашим телезрителям тоже, любопытно узнать, каким образом отслеживаются граждане с этими заболеваниями, чтобы они не попадали в нашу страну, чтобы им не разрешён въезд. Потому что последняя новость из Украины о том, что корь у них бурным цветом расцветает и уже перекидывается в Польшу, о чём польские власти тоже бьют тревогу. – К нам же тоже многие мигранты едут из Украины. Каким образом мы должны поставить защиту? – Дело не только в Украине, дело в любом иностранном государстве. При получении в Российской Федерации иностранным гражданином какого-либо разрешительного документа, допустим, это патент для трудовой деятельности, разрешение на работу, разрешение на временное проживание, либо получение вида на жительство, при наличии таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, туберкулёз, некоторые инфекционные заболевания, передающиеся половым путём, при наличии таких заболеваний, данные разрешительные документы иностранным гражданам не выдаются, а полученные документы аннулируются. Поэтому при получении данных разрешительных документов иностранные граждане в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. – Получается, что 100% исключить невозможно, что они с тем или иным заболеванием. – Такие случаи, да, люди обращались и даже не знали, что у них такие заболевания, но своевременно были возвращены на родину исхода. – Хорошо. Граница на замке. Надеемся, что… – Надеемся, что граница на замке. – Хорошо. А что касается города Кумертау, чуть подробнее можно узнать? У нас сколько мигрантов бывает в год и из каких стран? – Примерное количество иностранных граждан, поставленных на учет, ежегодно держится на уровне. Вот, допустим, в 2017 году с учетом продления сроков пребывания иностранных граждан было поставлено на миграционный учет 546 человек. Если взять по странам, то главная страна прибытия в Российскую Федерацию является Узбекистан. 38%. Далее у нас идет Казахстан, близлежащее государство, 10%. Китай – 8%. И по 5% Азербайджан и Армения. – Люди приезжают с целью работать? Это рабочие мигранты, да? – Если разделить постановку на миграционный учет по целям работы, то, естественно, частная цель работы, она самая многочисленная. Люди приезжают к родственникам, к знакомым, еще по каким-то там своим делам. Где-то примерно 38% составляет частная цель. По работе приезжают 32% иностранных граждан. Ну и в том числе по коммерческой цели, по туризму порядка 10-8% приезжают. – Миграционные правила для всех едины? – Для всех едины миграционные правила. – Александр Толич, спасибо огромное за беседу. Я думаю, что это была очень познавательная беседа в том смысле, что горожане прислушаются и будут пользоваться порталом единых госуслуг. Правильно говорю? – Единый портал государственных и муниципальных услуг. – Вот так вот, да? Хорошо. И скоро майские праздники, скоро лето. Всем желаю оформить побыстрее за грампаспорта и поехать на отдых. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова